Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». Сегодня поговорим о прекрасном. Почему? Потому что у нас здесь в студии Дарья Давыдова, заведующая научно-просветительским отделом музейно-выставочного комплекса городского округа Люберца. Здравствуйте, Дарья! Здравствуйте, Николай! Я хотел бы, чтобы эту программу мы посвятили усадьбе Терешова, которой в последнее время, о ней говорят много. Вообще, русская усадьба, подмосковная усадьба – это для многих туристов особый вид такого искусства. Нравится, чтобы, например, домик какой-нибудь был весь чистенький, немножечко заброшенный лесок, какой-нибудь прудик, еще что-то такое. И таких усадеб очень много. Какие-то лучше сохранились, какие-то вообще исчезли, к сожалению, а какие-то подлежат восстановлению и так далее. Их действительно много. Это показатель какой-то нашей, наверное, души вот этой славянской. Вот как вы считаете, усадьба Терешова относится к таким вот местам? Думаю, да. Это место, которое выбрало в себя такие интересные встречи, такую интересную историю общения хозяина усадьбы Николая Дмитриевича Терешова с его гостями, писателями, артистами. Поэтому, конечно, то, что называется душа, то, что называется гений места, это присутствует. То есть такой бомонд в отдельно взятом месте Подмосковья, в данном случае Терешова. Ну, давайте мы расскажем о самом хозяине усадьбы немножко, как это все зарождалось и почему удалось вокруг себя сформировать такой вот, если хотите, кружок душевности. Николай Дмитриевич Терешов на самом деле сформировал вокруг себя такое окружение ещё до того, как стал владельцем имения озера в Малаховке. Он свой путь начал совсем в юном возрасте, написал несколько стихотворений, но потом переключился на прозу. В основном он работал в небольших формах, рассказы, повести, детские сказки у него, кстати, замечательные. Крупиничка, белая цапля, наверное, многие по своему детству помнят. Проскакивала, проскакивала где-то. Да, было такое. У меня в детстве была такая книжка, хотя, конечно, тогда ещё не было и мысли, что автор этой сказки как-то связан с Малаховкой. И в 1890-е годы вокруг Терешова сплотились практически все писатели, более известные, которых знаем все мы, знает весь мир, может быть, менее известные, которых знают скорее любители литературы, но те авторы, которые были ближе к реализму в литературе. А вот почему они сплотились? Это как-то людям хотелось быть вместе, да, обсуждение, то есть в поиск каких-то новаторских методов и так далее, как сказали бы? Ну, безусловно, да, общие интересы, общие взгляды. Ну, плюс к этому один из знакомых Терешова писал о нём, что такие люди, как Николай Дмитриевич, на самом деле играют очень большую роль, потому что при том, что он был очень скромным, он не выпячивал свою роль, он не подчёркивал значимость своей персоны, но именно такие люди, которые умеют найти подход ко всем, со всеми находятся в хороших дружеских отношениях. И формируют вокруг себя атмосферу. Да, сплачивают вокруг себя определённый кружок. А вот он сам, именно мы ему можем назвать писателем? Какие у него были планы? С какой он семьи? Что это за человек? Он выходец из купцов Второй гильдии, окончил коммерческое училище, но всё же свой путь он связал не с коммерцией, а с литературой прежде всего. Творческая составляющая победила коммерческую. Да, творческая составляющая оказалась важнее. Но да, мы можем его назвать и писателем, и просто деятелем литературы, то есть человеком, который и организаторскую определённую роль выполнил. Ну, наверное, ведь мы знаем, таких людей много. Это где-то на грани критики, на грани режиссуры театральной. Это люди, которые находятся как бы между. И писатель написал, из этого сделали сценарий. Получается уже драматическая часть. Режиссёр взял и поставил. Казалось бы, огромное количество людей, которым этим занимаются, но всё начиналось с писательского труда. Точно так и здесь. Но ведь не каждому человеку дано привлечь внимание. Тем более, вы говорите, он никогда особо себя не выпячивал. Почему к нему тянулись люди? Что у него за черты характера такие были? Ну, думаю, что скромность, серьёзный подход к делу и глубокий интерес не только к литературе, но и к жизненным каким-то явлениям. Всё-таки писатели, близкие к реализму в литературе, они стремились прежде всего как-то критически осмыслить какие-то вещи, которые вокруг них происходили. И это их объединяло. Можно сказать, что телешовские среды послужили началом пути, например, для Леонида Андреева, который прочёл многие свои ранние рассказы впервые именно на этих заседаниях. Иван Алексеевич Бунин тоже. Он был вообще одним из активнейших участников телешовского кружка. Близким другом самого Николая Дмитриевича. Одним из первых гостей супругов телешовых в Малаховке. Ну вот давайте мы сейчас о средах и поговорим. Почему именно среда? Как это вообще всё получилось, возродилось? Или, скажем так, вот эти среды появились в жизни телешова? Собираться кружок начал в конце XIX столетия в Москве. То есть вот здесь важный такой нюанс. Очень многие наши посетители, туристы и публика в целом, почему-то они иногда думают, что кружок прямо собирался в Малаховке. База у них там была такая. Да, если это было, то всё-таки это относительно редкие случаи. Малаховка всё-таки была местом просто отдыха. Чаю попить, да. Погостить. В гостеприимном доме Николая Дмитриевича и его супруги. Они стали бывать в Малаховке ещё в конце XIX столетия просто как дачники. Снимали дачу в летнее время. Кстати говоря, Елена Андреевна, жена Николая Дмитриевича, происходила из известного купеческого рода Корзинкиных. Ну, Корзинкиных, как известно, они были не только чай-торговцы, текстильные фабриканты, но они были люди, хорошо знавшие, хорошо чувствовавшие искусство. Достаточно сказать, что брат Елены Андреевны состоял в попечительском совете Третьяковской галереи. То есть в этой семье, в этом окружении неудивительно, что вырос художник Елена Андреевна, становится художником. Она заканчивает училище живописи вояне и изотчества. И вот эта замечательная пара, писатель и художница, они вдвоём взяли на себя кружок Телешовских сред. Нет, Елена Андреевна... Кто предложил, кстати, этот кружок сделать? Николай Дмитриевич. Елена Андреевна была его помощницей. Она, как высокообразованная женщина, знавшая несколько иностранных языков, помогала в каких-то вопросах, где нужно было ознакомиться с зарубежной литературой, которая ещё не переведена. Да, посмотреть, что там у них происходит. И также она была, как и Николай Дмитриевич, хорошим другом и уважаемым, близким человеком для членов кружка. А как кружок этот образовывался? Как в него приглашали? Как вообще всё это родилось? Кому пришла в голову такая идея? Ну, в общем-то, наверное, такая идея навитала в воздухе, потому что в те годы всё-таки литературные направления отличались определённой полярностью друг от друга. Поэтому символисты, декаденты так называемые, да, они были... Ну и время такое было. Да, по одну сторону. И, конечно, такие люди, они друг друга находили, друг к другу примыкали. Компании всегда интереснее. Да. И ещё одни приводили других. Ну, например, Горький познакомил с телешовом Леонида Андреева. И Андреев, соответственно, тоже вливается в кружок. И становится одним из участников кружка, одним из гостей телешова в Малаховке. То есть тут же ещё такой момент. Одно дело собираться в Москве, другое дело приглашать кого-то на чай. Это уж совсем такие дружеские отношения, почти родственные отношения, когда тебя приглашают в свои пенаты, скажем так. Вот в том-то и дело. То есть это говорит о том, что Николай Дмитриевич, он не просто был каким-то председателем, скажем так, председателем. Вот он провёл заседание, и как бы на этом всё. Он был для многих просто хорошим другом, собеседником, радушным хозяином. Иван Алексеевич Бунин начал бывать у Николая Дмитриевича и Елены Андреевны на даче ещё до того, как они купили имение. Ну, мы об имении поговорим во второй части. Кто всё-таки входил ещё в этот круг, в эти среды? Как долго эти среды просуществовали? Да, конечно, все эти люди заслуживают того, чтобы мы их перечислили, вспомнили. Иван Алексеевич Бунин был один из самых активных участников, собирателей нашего музея. В своё время достаточно хорошо изучили переписку Бунина и Телешова. Переписка весьма обширная. Ну, и о Малаховке там, соответственно, кое-что тоже есть. Что хорошо, конечно, для музейных сотрудников. Но они за этим и обращались к переписке. Леонид Андреев, который пришёл благодаря Горькому. Сам Горький, разумеется. Горький бывал тоже в Малаховке? Или он только в средах участвовал? Горький не бывал на средах у Телешова, но он жил на даче в Малаховке уже в советский период, в конце 20-х, начале 30-х. Вот так вот всё закруглилось, да? Всё равно он тоже бывал в наших краях. Он всё равно тоже наш. Так, кто ещё? Кто ещё? Куприн. Куприн связан был с нашими краями ещё в юные годы. Его сестра жила какое-то время на даче в Красково, недалеко от храма Владимирской иконы Божьей Матери. И поэтому Александр Иванович туда приезжал. В Красково он общался с поэтом Пальминым, который достаточно высоко оценил талант Куприна и дал ему важный совет. Он ему сказал, молодой человек, прекратите писать стихи. Проза – это ваше. Совет был услышан. Да, в какой-то степени он определил дальнейший путь Куприна. Так что Куприн был и участником Телешовского кружка, бывал в Малаховке. Понятно. Сейчас сделаем небольшую паузу и во второй части поговорим, чем завершились эти среды. Собственно говоря, поговорим о самой усадьбе, какова её судьба, что сегодня мы называем усадьбой Телешова и почему сейчас вот к ней такой интерес. Это программа «Открытый диалог». У нас в гостях Дарья Давыдова, представительница музея на выставочного комплекса городского округа Люберца. Это программа «Открытый диалог». Напомню, что сегодня у нас Дарья Давыдова в гостях, заведующая научно-просветительским отделом музейно-выставочного комплекса городского округа Люберца. И говорим мы о усадьбе Телешова, о Телешовских средах, о тех людях, знаменитые имена, которых удалось объединить этому человеку вокруг себя или они объединились вокруг него. Вот как долго эти среды существовали? Ну, где-то фактически до 20-х годов. То есть даже немножко ещё в революционное, в постреволюционное время? Немножко затронуло. Ну, просто, во-первых, некоторых уже не стало. Допустим, тот же Андреев, который умер в 19-м году. Кто-то эмигрировал, кого-то не стало, поэтому, к сожалению, со временем этот кружок сошёл на нет. Сошёл на нет. Ну, а теперь поговорим о самой усадьбе. Почему она для нас сегодня является таким важным моментом в истории? И в краеведческой, скажем так, и в литературной части. Сохранилась ли там эта аура литературная, писательская? Ну, сейчас, конечно, в силу ситуации, которую мы все видим, всё-таки больше внимания обращают на внутренний туризм. Поэтому и больше внимания, безусловно, стали обращать на ближайшее Подмосковье. Чтобы недалеко ехать. Да, чтобы недалеко ехать. И туристы, оказывается, как правило, приятно удивлены, что в Малаховке такая богатая история. Вроде бы не так далеко от Москвы. Вроде бы, ну что там смотреть? Ну, дача и дача. Мало того, многие имеют дачу, да? Да. Не являясь, скажем так, уже стопроцентными жителями городского округа Люберца, а просто приезжают и не в курсе. И такие люди есть. Да, и не в курсе, что вокруг них тут такие люди-то были. Это очень интересно. Так, и вот сейчас эта усадьба стала одним из таких притягательных мест. Как она сейчас выглядит, и что делается для того, чтобы её, так сказать, представить в самом лучшем свете? Что от неё осталось? Ну, здесь вот такой важный нюанс. Очень многие почему-то думают, что Телешовым принадлежала только та часть земли, которую занимает сейчас Московская государственная академия физкультуры. Это не совсем так, потому что им принадлежала южная сторона Малаховки. Я имею в виду сейчас юг относительно железной дороги. Им принадлежала южная сторона Малаховки. У них было несколько сотен дачных участков, которые они сдавали, но за счёт этого и развивался дачный посёлок. На первых порах именно наши землевладельцы определяли во многом его развитие. Но прежде всего, когда мы говорим об усадьбе, так сложилось, что имеем в виду мы всё-таки ту часть, где жили сами Телешовы. Это территория, которую занимает сейчас Московская государственная академия физкультуры. Это берег Малаховского озера, который запечатлела на своей картине Елена Андреевна. В нашем музее есть репродукция её работ, которые в прошлые годы были любезно получены благодаря потомкам писателя. Они дали такую возможность. То есть картины нам восстанавливают то, что было, да? Да, картины дают нам представление о том, чего уже нет. На картинах Елены Андреевны мы можем увидеть деревянный Телешовский дом, деревянную дачу, так называемый дом в шведском стиле. Этот дом даже упоминается в одном из рассказов Ивана Алексеевича Бунина. Значит, было о чём упоминать. Бунин стал одним из первых гостей, которые посетили имение вскоре после того, как Телешовы его купили. Купили они его в августе 1902 года. И вот, если мы обратимся к переписке Бунина с Телешовым за 1903 год, дом деревянный ещё построен, но не до конца отделан. Что-то ещё остаётся завершить, но Николай Дмитриевич уже приглашает Ивана Алексеевича в гости. И тот приезжает. Из переписки мы узнаём, что в этой даче была отдельная гостевая комната для Бунина. Ну и не зря, потому что Бунин неоднократно бывал в Малаховке. Его впечатления нашли отражение в нескольких рассказах. Причём, если мы посмотрим на даты, когда эти рассказы созданы, это уже эмигрантский период. То есть это воспоминания. Это воспоминания. То есть это особый такой уже жанр. Да, посещение Малаховки не прошло для него впустую. Осталось в памяти. Ну и всегда воспоминания, это всегда чуть-чуть лучше, чуть-чуть светлее, чуть-чуть яснее, свежее и так далее. Да, конечно. То есть опять же по воспоминаниям тоже можно что-то восстанавливать, да, и выстраивать какой-то ряд, вот такой вот музейный, да, как это было на самом деле. Ну да, хотя там скорее описание озера в ночное время. Очень-очень красиво, очень поэтично. Честно говоря, читая строки Бунина, просто испытываешь гордость, что такие строки посвящены нашей родной Малаховке, нашему озеру, которое видим практически каждый день. И который не все об этом знали, что такие люди, да? Да. И картины, и книги, и много-много всего. На сегодняшний день какая стоит задача перед музей, да, и сотрудники музея, это не только поиск чего-либо, связанного с тем или иным экспонатом, но это исследовательская работа. Вот какая сейчас у вас стоит задача, что хотелось бы сделать для усадьбы Телешова? Наша задача сейчас – это популяризация, в первую очередь, того материала, который у нас уже есть. Потому что, хотя многие уже знают историю усадьбы Телешова хотя бы в общих чертах, сказать, что народ совсем не знает историю Малаховки, нет. Достаточно много людей, которые задают хорошие вопросы, подкованы, они что-то читали, они приходили к нам, они бывали на экскурсиях. Но всё же это не предел, и здесь нет предела совершенства. То есть, наверное, иногда даже неожиданные какие-то могут возникнуть истории связанные, да, откуда-то могут появиться новые сведения или новые работы, да, картины те же, те же предметы, я не знаю, утвари какой-то. Я так понимаю, что какая-то поддерживается связь с родственниками, вот раз картины удалось заполучить. Да. Татьяна Юрьевна Телешова, вдова-внука Николая Дмитриевича, с ней мы связь поддерживаем. Мы были в гостях в той самой квартире, где собирались знаменитые писатели на Покровском бульваре. Ещё в былые времена сотрудники нашего музея бывали там неоднократно. Но тут остаётся только выразить глубочайшее уважение Татьяне Юрьевне, потому что она настолько тщательно изучила всё, что касается истории семьи, окружения Телешова. Мы ей простых вопросов не задавали, потому что основные какие-то вещи мы знаем. То есть вы задавали ей сложные вопросы? Да, мы задавали те вопросы, которые мы не в силах были сами прояснять. Где-то что-то не складывалось. Она нам дала очень хорошие содержательные ответы. А вот ещё планируются ли какие-то работы по улучшению инфраструктуры туристической? Что над этим? Идёт какая-то работа? Что касается улучшения инфраструктуры, инфраструктура уже становится лучше. Сейчас уже мы с туристами совершенно иначе себя ощущаем и на Малаховском озере, когда там есть и благоустроенный берег, смотровая площадка. Это уже создаёт иное впечатление у московских туристов о Малаховке. И слово «усадьба» уже звучит. Да. Правда? Усадьба. Ну и, конечно, в планах нашего музея дальнейшее изыскание по Телешовской теме. То есть тут много ещё работы. Да. Есть темы, которые мы поддерживаем год от года. У нас проходят обычно в конце года, октябрь-ноябрь, телешовские чтения, посвящённые Николаю Дмитриевичу и его литературному окружению, и также его малаховским знакомым делам и деятельности. И соколовские чтения, посвящённые владельцам Северной Малаховки. То есть всё равно что-то находится новое по этим темам. И мы рады этим материалом поделиться. Ну, я так понимаю, в какой-то степени были среды, а у вас вот такие чтения тоже иногда проходят, и в какой-то степени вы являетесь правоприемниками этих замечательных сред. Правильно? Можно так сказать? Ну, может быть, это немножко громко сказано, но наши чтения стали уже традиционными, проходят с 2000-х годов. Кого приглашаете на эти чтения? Приглашаем всех, кто так или иначе может что-то новое рассказать по этим темам. Ну, не в последнюю очередь, конечно, делимся своими исследованиями. Вот на последних чтениях, соответственно, это был 2019 год, потому что 2020, к сожалению, у нас... Особый. Да, из-за ковида получился усечённый немножко в плане мероприятий, оффлайн особенно. Особенно онлайн-то мы выступили со своими докладами, но онлайн-формат не позволяет провести большое заседание. В 2019 году мы уделили много внимания человеку, который тоже был связан с окружением Николая Дмитриевича Телешова, краеведу-фотографу Алексею Тимофеевичу Саладину, методист нашего музея Татьяна Васильевна Андреева, соавтор книги о Саладине. И она вместе с коллегами, с кем работала над книгой, выступила на эту тему. Мы знаем, что Саладин общался с Иваном Алексеевичем Белоусовым, поэтом и переводчиком, который тоже входил в окружение Телешова. Собственно говоря, Телешов именно на свадьбе Белоусова познакомился с Чеховым. Чехов был на 7 лет старше Телешова, но в таком возрасте эта разница, безусловно, большая, существенная. И совсем молодой Телешов спросил у Чехова совета, что нужно, чтобы стать писателем. И тот ему посоветовал больше путешествовать по России, смотреть, как и чем живут люди. Не нужно специально придумывать темы и персонажи, и всё это придёт. Придёт. Ну и, собственно говоря, завершая наш разговор, можно смело сказать, что иногда яркое, необычное, поэтичное находится совсем рядом. В данном случае в городском округе Люберцы. И вы сейчас работаете, я так понимаю, можно приехать посмотреть всё это с определёнными ограничениями, но работаете, верно? Наш музей проводит пешеходные экскурсии. Туристические фирмы с нами устанавливают контакты. Некоторые стали у нас уже постоянными клиентами. Поэтому мы постоянно знакомим и туристов с историей Телешовской усадьбы. Мы смотрим на сохранившийся сейчас каменный из красного кирпича зимний дом, который был построен в 1910-е годы. Там сейчас находится кафедра теории и методики лёгкой атлетики. Вы как-то с ними сотрудничаете тоже, да? Стараемся. Стараемся. Сейчас не всегда получается нам попасть на территорию, но и ковидные ограничения тоже, к сожалению, играют свою роль. Понятно. Но стараемся. Будем надеяться, что рано или поздно всё можно будет посмотреть, пощупать и, что называется, полностью сделать вывод об усадьбе Телешова. Так что обратите внимание на этот интересный туристический маршрут, который вам предлагала сегодня Дарья Давыдова, заведующая научно-просветительским отделом музейно-выставочного комплекса городского округа Люберцы. Дарья, спасибо вам огромное. Успехов вам и вашим коллегам. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова